МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите программу «Законодатели». Меня зовут Анжелика Григорьева. Я расскажу о самом интересном и важном, что произошло в жизни регионального парламента за прошедший месяц. По традиции начну с итогов работы очередной 41-й сессии Госсовета Чувашской Республики. Одним из центральных вопросов в заседании стало обсуждение изменений в закон о выборах главы Чувашской Республики. Согласно тексту документа, предусматривается возможность электронного сбора подписей избирателей за кандидатов на должность руководителя региона. Так, с помощью портала госуслуги можно будет собрать не более 25% от количества подписей избирателей, необходимого для регистрации кандидата на должность главы Чувашии. В новой редакции закона устанавливается обязанность ЦИК Чувашии утвердить образец заполнения подписного листа, корректируется основание отказа в регистрации кандидата на должность главы Чувашии и признание подписей избирателей, содержащихся в подписных листах, недействительными. Депутаты поддержали введение на территории Чувашской Республики специального налогового режима «Налог на профессиональный доход». Он позволит создать благоприятные условия самозанятым гражданам, индивидуальным предпринимателям, чей годовой доход не превышает 2 миллиона 400 тысяч рублей. Налог на профессиональный доход уплачивается по льготным ставкам. 4% в отношении доходов, полученных при реализации товаров, услуг, физическим лицам и 6% при реализации индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам. Нужно отметить, что принятие закона не обязывает всех самозанятых к официальной регистрации. Налог на профессиональный доход – это не дополнительный налог, а новый специальный налоговый режим. Переход на него осуществляется добровольно. «Причем этот доход 63% от этих сумм поступит в республиканский бюджет, 37% будет поступать в фонд обязательного медицинского страхования. Кроме того, физические лица освобождаются от НДФЛа. Регистрация очень простая, не нужно будет контрольно-кассовых машин и так далее. Просто в заявительном порядке, я думаю, что и нам неплохо для нашей республики дать возможность людям работать легально и в то же время небольшую казну пополнять нашу бюджету». Эксперимент по установлению специального налогового режима продлится до 31 декабря 2028 года. В нем уже участвует ряд субъектов нашей страны, 10 из них в Приволжском федеральном округе. Согласно федеральному законодательству, с 1 июля 2020 года остальные регионы также имеют право вводить соответствующий налоговый режим. Парламентарии обсудили проект обращения Государственного совета к первому заместителю председателя правительства Российской Федерации Андрею Белоусову о предоставлении дополнительных мер поддержки отраслям экономики нашей республики, в наибольшей степени которые пострадали в результате распространения новой коронавирусной инфекции. Хотим, чтобы расширили перечень отраслей и так называемые увеличить акведы. Это, допустим, продажа непродовольственными всеми непродовольственными товарами, это аренда для торговли непродовольственными товарами, это рекламный бизнес. К сожалению, поддержку дают только субъекты малосредственного предпринимательства, а при этом у нас 50 курортных учреждений Чувашской республики не попадают под субъекты малосредственного предпринимателя, соответственно, не имеют права получать поддержку, хотя также не работают и не получают доходы. Поэтому все эти предложения мы саккумулировали в одном обращении. Хотим, чтобы расширили эту поддержку на строительную отрасль и на жилище-коммунальное хозяйство. Все прекрасно знаете, что столкнулись с тем, что многие наши жители Чувашской республики остались без рабочих мест и не могут в полной мере обеспечить свои семьи. Поэтому нам нужно помогать малому, среднему бизнесу, ну и, конечно, системообразующим предприятиям, где работают сотни наших граждан. Мой коллега Николай Федорович Угаслов неоднократно поднимал тему поддержки строительного бизнеса, потому что строительный бизнес, строительство – это локомотив экономики. На данный момент этих мер недостаточно. Вы, наверное, недавно тоже цифры видели, что в порядке только 300 миллионов рублей Чувашская республика получила дополнительных финансовых средств из федерального бюджета из-за этой ситуации с новой коронавирусной инфекцией. Но этих средств явно недостаточно. Время очень тяжелое, и без вмешательства федерального центра Чувашская республика, конечно, из-за этих сложностей будет выходить очень-очень долго, и весь этот процесс может затянуться, и в первую очередь это скажется на качестве жизни наших избирателей. Мы пытаемся сейчас расширить вот эти временные границы и установить сроки тех, кто был в реестре на 1 апреля. Кроме того, там коснутся поддержки сферы ЖКХ, курортно-санаторные сферы, ну, все сферы, которые наиболее пострадали, в том числе и рекламная сфера, и так далее, и так далее. За принятие обращения все парламентские фракции проголосовали единогласно. Депутаты республиканского парламента в период пандемии коронавируса продолжают оказывать помощь в приобретении защитных средств и продуктов питания жителям Чувашии, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, а также медицинским организациям. Бокалейные кондитерские изделия ветеранам Великой Отечественной войны, труженикам тыла, малоимущим и многодетным семьям Янтиковского района передал Валерий Иванов. Елена Бадаева ежедневно направляет хлебобулочную продукцию медикам городского клинического центра в юго-западном районе Чебоксар. Всего на оказание помощи гражданам и организациям Елена Игнатьевна направила порядка 400 тысяч рублей. Валерий Павлов оказал поддержку волонтерам, а также жителям Аликовского, Ядринского, Красночитайского районов. Продуктовые наборы ветеранам Великой Отечественной войны передали работники Чувашпотребсоюза. Общая сумма составила более 300 тысяч рублей. Так Олег Дельман оказал помощь волонтерам в размере 100 тысяч рублей на приобретение продуктовых наборов для нуждающихся семей. Передал Шамушинский район порядка 1000 масок, которые позволяют защититься нашим жителям в этот период непростой ситуации в республике от пандемии коронавируса. Всех призываю соблюдать элементарные меры санитарной безопасности. Берегите себя, берегите близких. И только совместными усилиями мы преодолеем вспышку коронавируса, которая идет по всему веру. Альбина Егорова обеспечила продуктами питания многодетные семьи Чебоксарского района. Она поблагодарила депутатский корпус за активную работу в этом направлении. Хочу подчеркнуть, что в это движение вовлечены депутаты всех фракций, представленных в Государственном Совете. А адресная помощь сегодня оказывается пожилым людям, инвалидам, многодетным семьям, которым доставляются продукты питания и средства индивидуальной защиты. В связи с переходом образовательных организаций на дистанционное обучение, депутаты фракции «Единая Россия» подключили к реализации партийный проект, программу поддержки скольников «Помоги учиться дома». Она поможет обеспечить компьютерами или другими гаджетами детей из нуждающихся семей. В Государственном Совете Чувашии состоялось открытие выставки, которая посвящена 75-летию Великой Отечественной войны. На ней представлены фотографии и архивные документы участников войны, родственников, депутатов и сотрудников аппарата. В экспозицию входят 10 стендов, которые знакомят с историей деятельности Верховного Совета Чувашской АССР в годы войны. Рассказывают о том, как собирались средства для помощи фронту депутатами и сотрудниками аппарата. И здесь представлена фотография именно такого события, передачи боевого самолета нашему земляку, герою Советского Союза, Федоту Никитичу Орлову. А средства на самолет были собраны, переданы колхозникам колхоза «Красный луч» Алатарского района Андреем Михайловичем Сарсковым. На фото присутствует и председатель Президиума Верховного Совета Чувашии Зоя Андреева. На ее долю выпало немало испытаний, когда приходилось принимать порой судьбоносные решения. Вот еще один интересный документ. Указ Президиума Верховного Совета Чувашской АССР о переносе даты выборов Верховного Совета Чувашской АССР на год. Как было написано в документе, ввиду обстоятельств военного времени. Но, как мы знаем, следующие выборы состоялись только в феврале 1947 года. Ни для кого не секрет, что на территории Чувашии было сформировано 9 дивизий, из них прославлены 324-я и 139-я стрелковая дивизия. Есть документальные свидетельства того, что чувашская делегация не раз выезжала на фронт к бойцам 324-й стрелковой дивизии, чтобы поддержать боевой дух бойцов. Кстати, в составе прославленной дивизии служили депутаты Верховного Совета Евгений Одинцов и Никанор Семенов. Войну прошли и председатель республиканского парламента Николай Павлов и Илья Прокопьев. В автобиографиях участников войны скромно умалчивают о боевых своих заслугах. Только документальные свидетельства, выписки из наградных листов дают нам полную информацию о награждении государственными наградами. В семье председателя Госсовета Альбина Егорова и боевые ордена и медали украшали грудь обоих родителей. Мама в 1944-м воевала на Белорусском фронте, была зенитчицей. Отца призвали в ряды Красной армии в 1942 году, сразу после окончания 10-го класса. На фронте был друг из Архангельской области Виктор Пластелин. И помню рассказ своего отца, как друг Виктор его спас после того, как разорвавшаяся мимо укрыла его полностью землей. А Виктор был рядом, и он откопал его и спас ему жизнь. И когда я была маленькой, Виктор Пластелин приезжал в гости к нам в Чувашскую землю. И, конечно же, они вспоминали всех тех павших своих друзей. В Госсовете уже решили, что выставка ко Дню Победы будет ежегодно пополняться новыми историями об участниках Великой Отечественной войны. Это станет доброй традицией республиканского парламента. Сегодня наша задача, наша цель – сохранить память о войне, о подвигах нашего народа, народа-победителя, страны-победителя, чтобы никто не смог переписать историю войны. Я сегодня выражаю искренне и признательность всем депутатам Государственного совета Чувашской республики, работникам аппарата, которые с душой отнеслись именно к организации этой выставки. Воспоминаниями своих родных о суровом военном времени поделился с нами депутат Юрий Попов. Юрий Алексеевич, расскажите, пожалуйста, кто у вас воевал, где воевали, как сложилась их судьба? Я сын участника Великой Отечественной войны Попова Алексея Алексеевича. Он родился у меня в 19-м году, 14-го октября, и в 40-м году был призван в ряды Красной армии. Ну, 40-й год, это тогда ситуация такая спокойная была, но, тем не менее, у нас в то время уже шла война с Советско-Финской. В 1939-м году была сформирована 733-я стрелковая дивизия, которого перебросили как раз на Финскую войну. Но у меня нет данных, насколько там участвовали, воевали, таких данных нету, и в архиве я искал. Уже в 1941-м году их перебросили на Южный фронт, в город Ростов. Там была сформирована 163-я стрелковая противотанковая артиллерийская дивизия. Вот как раз и там у меня отец служил артиллеристом. Участвовал, конечно, первые дни войны, это уже в сентябре, они защищали Донбасс, а потом такие боевые действия, это уже в 1943-м году, наступательное тогда наступление прошла Советская армия. Это как раз освобождение Донбасса, потом Краснодарского края. Вот в этих боях он как раз бы участвовал. Но бои были тяжелые, там есть описание, что вот наступление шли за село Станевцу в Краснодарском крае, наступали и наши, и противники. Как раз в 1943-м году, в феврале эти бои были, у меня отец был ранен, ранен, и после ранения в 1943-м году он полгода лечился в разных госпиталях. В госпитале Краснодарского края, потом и в Грузии в санатории лечился. Ну и в 1943-м году, в конце, уже где-то в октябре, его как инвалида уже второй группы отправили домой. Ну, приехал домой, у него еще сводный брат был, Петр Алексеевич, но брат не вернулся. Такие патриоты, как мой отец, многие миллионы еще советских людей победили вот этот фашизм. Благодаря них сейчас мы живем, спокойствие, достатки и процветание. Не дай бог, нам война, конечно. О жизни и работе парламента Чувашия мы рассказываем каждый месяц в программе «Законодатели». До встречи в эфире. Субтитры подогнал «Симон»